Вот приходится крутиться, потому что места все заняты, то есть близко с ребенком не подъехать. Вместе с Юрием Никишиным мы крутимся вокруг стоянки торгового центра уже 10 минут. Места для инвалидов заняты. Сын Юрия инвалид с рождения, у него ДЦП. В багажнике мужчина постоянно возит коляску, а заодно просвещает других водителей. Вот разметка, а он так. Не заметил. Бороться с такими псевдонезнайками помогут только высокие штрафы, говорит Юрий. Наказание в 5000 рублей уже не работает. Если они нарушат правила парковки за границей, то они просто, во-первых, будет очень большой штраф от 10 тысяч евро, плюс им просто не будет больше шенген давать. На стоянке возле социально значимых объектов не менее 10% мест должны отвезти для парковки людей с инвалидностью. Это гласит федеральный закон. Места может и есть, только заняты они совсем не инвалидами. Нужно на самом деле привлечь уважение все-таки всем и людям. То есть не позволяйте. Могу пешком гать, могу подальше поставить. Вот наглядный пример того, какой должна быть парковка для инвалидов. Помимо специального знака, здесь установили вот такие заграждения. Правда, поднять их самостоятельно вряд ли получится. Нужно будет подождать с помощью охраны. Споры за парковочное место тоже порой приходится решать с помощью охраны. Предупреждают парни, ребята. А если уже никого не застанут, то у нас есть громкоговорящая связь. Мы объявляем. Если уже крайний срок, то приходится вызывать полицию. Бороться рублем предлагают и на платных муниципальных парковках в Казани. Водители законопослушно оплачивают место, но ставят свои машины на места для инвалидов. Сейчас более трех тысяч инвалидов уже зарегистрировалось в программе как бесплатно паркующиеся. А у нас вот с учетом вновь вводимых мест, их только 2153 будет. Поэтому очень важно, чтобы парковочные места, выделенные для бесплатной стоянки инвалидов, были именно для них. И здесь ведут штраф в 5000 рублей. Водитель Асхат Ганиев считает это жесткой мерой. Ведь парковочных мест, особенно в центре города, не хватает. Можешь подумать, что у нас так много инвалидов. Ну, слишком много, по-моему, места для них оставляют. Эвакуатор забирает, поэтому не ставим никогда. На платных парковках в прошлом году столица заработала 32 миллиона рублей. На штрафах тех, кто паркуется, но не платит 60 миллионов. Сила рубля – действенная мера, а более продуктивная – общественный контроль. Все, вот пошли нарушители. Юрий Никишин отправил это видео в приложение «Народный инспектор». С этого года ГИБДД может выписывать штрафы по снятым роликам. Анна Городнова, Андерсен Тальцев, Марат Сыдгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова